В подразделения «Газпромдобыча Ямбург» подводят итоги пятилетней работы цеховых профсоюзных организаций и определяют новые составы руководства и актива. На минувшей неделе в Ямбурге состоялась отчётно-выборная профсоюзная конференция Управления по эксплуатации вахтовых посёлков. Это один из самых многочисленных филиалов предприятия. Интересы более 1700 работников представляли делегаты со всех участков и цехов. Участники из Новозаполярного и Нового Уренгоя присутствовали на мероприятии по видеоконференцсвязи. В своём отчёте председатель правкома ОИВП Александр Галецкий в цифрах и на конкретных примерах подвёл итоги по всем направлениям деятельности цеховой организации за эти непростые пять лет. Рассказал о том, какие задачи удалось решить по улучшению условий труда и быта, по защите прав работников управления, по организации отдыха, оздоровления и досуга. Основные задачи были представления прав и интересов членов профсоюза перед администрацией. И одна, скажем так, может быть, не из формальных задач – это всё-таки сплочение коллектива. Наш филиал очень находится друг от друга на большом расстоянии, поэтому хотелось бы, чтобы наш филиал не делился на месторождении, а был одним сплочённым коллективом. Из сегодняшней конференции я для себя подчеркнул и понял, что всё-таки это удалось сделать. Конференция оценила проделанную работу на «Отлично». Путём голосования собравшиеся утвердили новый состав профсоюзного комитета – лидеров профгрупп и список уполномоченных по охране труда. Единогласно решено, что председатель ЦПО Управления по эксплуатации вахтовых посёлков Александр Галицкий и его заместитель Андрей Шкурко остаются в прежнем качестве ещё на пять лет. Завершилась встреча на торжественной ноте. За активное участие в профсоюзной жизни отличившихся членов коллектива отметили благодарственными письмами, грамотами и памятными знаками «Газпромдобыча Ямбург Профсоюз».